Одессу принято называть, если не первым городом страны, то и не вторым. Если судить по работе местной власти, до первого места нам далеко. Киевская администрация явно действует эффективнее. В отличие от Геннадия Труханова, мэр столицы Виталий Кличко с бездельниками не церемонится. 19 апреля в Киеве под руководством городского головы прошло совещание с участием руководителей коммунальных служб. Обсуждали итоги осенне-зимнего сезона и ход ремонтных работ. Виталий Кличко сделал практические выводы. Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений относительно непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов. Мы уже освободили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян. И подчеркиваю, те, кто не реагирует на обращения киевлян, будут уволены. А работать будут те, кто готов взять ответственность и предоставлять качественный сервис киевлянам. Что же в Одессе? Неужели у нас же личный коммунальный сервис лучше киевского? Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Дома разрушаются, падают карнизы и балконы. Бывает и с человеческими жертвами. Ремонтировать старый жилой фонд мэрия не спешит. Дороги и тротуары такие, что для их описания трудно подобрать приличные слова. Поедешь – машину поломаешь. А пойдешь – смотри под ноги. Не ровен час – сломаешь каблук, а то и сам покалечишься. На многих улицах нет фонарей и в темное время по таким местам лучше не ходить. Таблички на домах – где есть, где нет. И найти нужный дом бывает трудно. Незаконная вырубка деревьев вообще стала бедствием Одессы. Застройщики и торговцы рубят, где хотят. Если договориться с чиновником, тебе обеспечена надежная крыша. Важно только найти общий язык с кем надо. Дворники в нашем городе – вымирающая профессия. Да и кто будет работать за нищенскую коммунальную зарплату? Скоро одесситам придется как коммунальной квартире убирать по очереди. Только вместо коридоров будет территория своих домов. Горожане могут обратиться на горячую линию горсовета. Многие делают это неоднократно, но без толку. То в бюджете денег нет, то не хватает рабочих рук. В лучшем случае пообещаю что-то сделать когда-нибудь потом, через год. Конечно, и в Киеве немало проблем, но там бездельников увольняют. У нас им живется вольготно под отеческим крылом Геннадия Труханова. Александр Виноградов, телекомпания КРУ.